Брук Голднер было 16 лет, когда врачи сказали ей, что жить ей осталось всего несколько месяцев. Волчанка, аутоиммунное заболевание, которое обычно поражает кожу и суставы, атаковал ее почки, и казалось, что она не сможет восстановиться. К счастью, экспериментальная химиотерапия, которую она получала каждую неделю, дала хорошие результаты. Достаточно хорошо, чтобы подавить ее иммунную систему, которая в свою очередь дала почкам и другим органам временную передышку. Это позволило ей остаться в живых. Несмотря на то, что ее будущее было крайне неопределенным, Брук была полна решимости добиться своего и изменить жизнь к лучшему. Врачи предостерегали ее от стрессов, так как это могло усугубить ее состояние, тем не менее она поступила в медицинскую школу. Врачи оказались правы, ее симптомы действительно ухудшились. У нее часто случались небольшие инсульты из-за закупорки сосудов, которые вызывала волчанка. И все же в конце концов она получила диплом врача и поступила в ординатуру, надеясь, что сможет держать свою болезнь под контролем и управлять своей жизнью. «Мне говорили, что я никогда не смогу иметь детей, что я, вероятно, умру, пытаясь это сделать, и что к сорока годам я, скорее всего, окажусь в инвалидном кресле», — вспоминает доктор Голднер в одном из интервью. После этих лет испытаний то, что последовало за ними, было почти как из кинофильма. Брук встретила своего нынешнего мужа, Томаса Тадлока, тоже исследователя, они полюбили друг друга, и, несмотря на неопределенность, решили пожениться. Чтобы привести себя в форму к приближающейся свадьбе, доктор Голднер следовала диетическому протоколу, который составил для нее жених. Она отказалась от мяса, молочных продуктов, злаков и яиц. Это означало, что она могла питаться только цельными растительными продуктами. По ее воспоминаниям, она почувствовала положительную разницу уже через пару дней. Помимо диеты, она также уделяла много внимания физическим упражнениям. По мере роста энергии, она увеличивала интенсивность и продолжительность тренировок. Через несколько месяцев она была в отличной форме, и не только в плане внешности. Ее симптомы начали ослабевать и, в конце концов, исчезли. После свадьбы Брук продолжала вести здоровый образ жизни. А спустя несколько месяцев, повторное обследование показало, что маркеры волчанки исчезли, и она была здорова. С тех пор прошло 27 лет. Брук здорова, ведет активный образ жизни и является матерью двух мальчиков. Ее книга «Прощай, волчанка» и шестинедельная групповая программа быстрого восстановления помогли бесчисленному количеству людей обратить вспять их болезнь. Диетический протокол доктора Брук Голднер или программа гиперпитательной диеты. Поначалу диета Брук может показаться экстремальной. Она больше всего похожа на сырую веганскую диету, но не совсем такая же. Основной упор делается на зелень, причем чем темнее зелень, тем лучше. Именно зелень составляет большую часть блюд. Брук рекомендует съедать не менее 500 грамм темных листовых или крестоцветных овощей в день. Их следует есть сырыми, так как это лучший способ получить максимум питательных веществ. Список зеленых овощей. Кудрявая капуста, листовая капуста, шпинат, манголь чарт, брокколи, листья свеклы, капуста, рукола, бакчой, пекинская капуста, зелень горчицы, брюссельская капуста. Потребление омега-3 из растительных источников. Омега-3 – важнейший компонент липидной оболочки клеток. Если в организме недостаточно омега-3, стенки клеток становятся твердыми, менее эластичными и менее проницаемыми. Это может привести к проблемам, поскольку питательные вещества и вода должны попадать в клетки, а токсины выводятся из них. Диета доктора Брука, помимо гиперпитания необходимыми питательными веществами, фокусируется на отказе от всех видов продуктов, богатых омега-6 и сосредоточении на продуктах, богатых омега-3. Таким образом, суть диеты заключается в том, что мы отказываемся от всех продуктов, богатых омега-6. То же самое касается масла, кроме льняного и масла чия, жирных семян, кроме льняного, семян чия и семян конопли, и продуктов животного происхождения. Часто можно услышать, что наш организм гораздо легче перерабатывает омега-6, чем омега-3. Также часто утверждается, что наш организм не может должным образом переработать омега-3 из семян, поэтому необходимы животные источники, например, рыба, морепродукты. Доктор Брук говорит, что это просто потому, что при западной диете мы потребляем так много омега-6, что все наши ферменты заняты их расщеплением. Поэтому, если мы резко сократим потребление омега-6 и дополним его омега-3, мы сможем начать перерабатывать их должным образом, и начнется противовоспалительный процесс. А это именно то, чего мы хотим. Кидротация. 3 литра воды. Во время этой диеты вам рекомендуется выпивать 3 литра воды в день. Это может показаться много, особенно для тех, кто не привык пить много, я имею в виду воду. Постарайтесь распределить это количество в течение дня, выпивая по большему стакану воды каждый час. Установите будильник на телефоне или напишите напоминание и поместите ее где-нибудь на видном месте, пока это не войдет в привычку. Еще одно решение, позволяющее обеспечить ежедневную гидротацию и потребление овощей. Сделать огромный смузи, не менее 3 литра, который словно убивает двух зайцев одним выстрелом. Это может подойти тем, у кого плотный график и нет возможности проводить много времени на кухне. Именно это осознание побудило доктора Брука начать революцию смузи, которая призывает людей пить зеленый смузи каждый день. Избегайте этих продуктов. Эта диета исключает все продукты животного происхождения. То есть никакого мяса и животных жиров, включая рыбу. Также следует избегать жирных семен из-за высокого содержания в них омега-6. Исключение составляют льняное семя и семена чия, которые фактически являются основными ингредиентами диеты, поскольку содержат большое количество омега-3. Наконец, следует полностью отказаться от обработанных продуктов, включая мучные изделия. Диетические добавки. Доктор Брук принципиально не рекомендует использовать диетические добавки, поскольку считает, что вы получите все необходимые питательные вещества и витамины при правильном соблюдении диеты. Однако, возможно, стоит включить в рацион следующие добавки В12, йод, 150-200 микрограмм в день, витамин D, интервальные тренировки и силовые тренировки. Уделение большего внимания физическим упражнениям стало поворотным моментом в жизни Брук. Поначалу она могла тренироваться только в течение коротких промежутков времени, но со временем довела этот показатель до двух тренировок в день. Лично она считает, что нужно сочетать интервальные тренировки высокой интенсивности с силовыми тренировками. Практически неважно, какими упражнениями вы занимаетесь, главное стараться поддерживать свое тело в форме. При необходимости обратитесь за помощью к специалисту и следуйте индивидуальной программе, чтобы сделать тренировки более безопасными и эффективными. В видео озвучена часть научного исследования, где была успешно проверена эта диета на пациентах с аутоиммунными заболеваниями, таких как волчанка и синдром Шегрена. Существует большое количество исследований, подтверждающих пользу растительной диеты для здоровья в отношении веса и кардиометаболических показателей. Все больше исследований показывают, что изменение образа жизни, в частности переход на более растительную диету, может как защитить от аутоиммунных заболеваний, так и улучшить симптомы аутоиммунной дисфункции. Исследование 2022 года показало, что у людей, придерживающихся вегетарианской диеты, вероятность диагностирования системной красной волчанки ниже, чем у невегетарианцев. В этой серии случаев подробно описаны три женщины с системной красной волчанкой и синдром Шегрена, которые сообщили о ремиссии симптомов после соблюдения строгого индивидуального растительного протокола питания для восстановления, который исключает все обработанные продукты и был разработан автором, доктором Брук Голднер. Три представленных случая прошли авторскую программу быстрого восстановления, в рамках которой они ежедневно работают с доктором для получения индивидуальных рекомендаций и максимальной поддержки в отношении соблюдения протокола восстановления. РРП предлагается как четырехнедельная программа для индивидуальных занятий или шестинедельная групповая программа. Диеты, основанные на цельной пище и растениях, исключают обработанные продукты, добавленные масло, сахар и продукты животного происхождения. И протокол восстановления имеет сходство с цельно-растительной диетой, однако он более усовершенствован, чтобы сосредоточиться на преимущественно сырых продуктах и высоком потреблении листовой зелени и крестоцветных овощей. Омега-3 – полиненасыщенных жирных кислот, цельные – молотые семена льна или чия, льняное масло холодного отжима и воды. В рамках протокола восстановления, хотя потребление сырых овощей разрешено, минимальные дневные нормы установлены следующим образом. 500 грамм листовой зелени, например, шпинат, кейл и крестоцветных овощей, 8 столовых ложек семян льна или чия или 3 столовые ложки льняного масла холодного отжима и 3 литра воды. Фрукты рекомендуются в количестве не более 25% от общего рациона. Чтобы пациенты могли съесть рекомендуемое количество сырых овощей до наступления сытости, рекомендуется прием витамина В12 и витамина Д. Если достигнута ремиссия симптомов, пациентам разрешается перейти на поддерживающую фазу, которая позволяет включить в рацион немного приготовленной цельной растительной пищи, а также больше фруктов, орехов и семян. Пациентам рекомендуется пробовать по одному новому изменению за раз, выжидая 3-5 дней между ними, чтобы убедиться в отсутствии повторного появления симптомов. Если симптомы появляются, пациенты возвращаются к протоколу восстановления. На поддерживающем этапе пациенты продолжают питаться на 100% растительной пищей, 75%, которые рекомендуется употреблять в сыром виде. Они продолжают ежедневно готовить смузи или салаты и выпивать 3 литра воды или больше, если иное не рекомендовано врачом пациента. Фрукты не ограничиваются, а другие цельные растительные продукты, такие как бобовые и цельное зерно, могут быть включены в рацион во время поддержания. После 6 месяцев ремиссии обработанные веганские продукты, продукты с сахаром или маслом, а также алкоголь разрешается употреблять 1-2 раза в неделю, так называемое рекреационное питание, а в остальном пациенты продолжают придерживаться протокола поддерживающей терапии, если они остаются бессимптомными. Пациенту необходимо придерживаться обе фазы. Первая фаза для устранения проблемы, вторая фаза для удержания эффекта на долгий срок. Начальная фаза быстрого восстановления обратной фазы. В этой фазе могут применяться более строгие методы или высокоинтенсивные подходы, чтобы быстро заметить улучшения, восстановить функции организма или обратить развивающиеся заболевания. Она длится от 2 до 6 недель. Первая фаза должна состоять из таких продуктов. Сырые овощи, неограниченное количество. Особое внимание уделяйте потреблению большого количества листовой зелени и крестоцветных овощей. Минимальное рекомендуемое количество 500 грамм в день. Фрукты рекомендуется 25% от общего количества потребляемой пищи в день. Цельные молотые семена льна и чья, минимум 8 столовых ложек в день на начальном этапе и увеличивать по мере переносимости. 2 или 3 столовых ложки льняного масла холодного отжима. Вода. Добавка витаминов В12 и Д, 1 чайная ложка соли в день. В первой фазе нужно исключить такие продукты. Все продукты животного происхождения, мясо, молочные продукты, морепродукты, все виды масел, кроме льняного масла холодного отжима. Обработанные продукты, добавленный сахар, приготовленную пищу, зерна бобовое, хлеб обычно не включается, но разрешен для примера из-за повышенного чувства голода во время беременности. Вторая фаза поддержания – это следующая фаза, где интенсивность вмешательства снижается и акцент делается на сохранении достигнутых результатов. Поддерживающие меры обычно менее строгие и направлены на стабилизацию состояния, чтобы удерживать организм в оптимальной форме, предотвращая возврат к прежним проблемам. Пациент должен постоянно придерживаться второй вазы, чтобы к нему не вернулось заболевание. Во вторую фазу включаются продукты, овощи. Особое внимание уделяется высокому потреблению крестоцветных овощей. Рекомендуется 75% в сыром виде. Фрукты. Без ограничений. Семена и орехи. Цельные молотые семена льна и чия. Минимум 4 столовых ложки в день. Вода. Рекомендуется 3 литра или более. Неповрежденные цельные зерна. Бобовые. Добавки витамина В12 и Д. Одна чайная ложка соли в день. Из второй фазы нужно исключить продукты. Все продукты животного происхождения, мясо, молочные продукты, морепродукты. Все виды масел, кроме льняного масла холодного отжима. Обработанные продукты, добавленный сахар, алкоголь, исключение указано ниже. После 6 месяцев ремиссии разрешены обработанные веганские продукты, продукты с сахаром или маслом и алкоголь 1-2 раза в неделю. Это называется рекреационное питание. В противном случае продолжается протокол первой фазы или второй фазы. Это разрешено только в том случае, если у людей не наблюдается никаких симптомов. Рекомендуется выпивать не менее 2 литров зеленого смузи в день, чтобы легче было потреблять рекомендуемые овощи. Чтобы не было желудочно-кишечного дискомфорта, рекомендуется распределить потребление в течение дня. Для людей с массой тела 54 килограмма и более рекомендуется потреблять от 2,8 до 3,8 литров воды в день, примерно 1 галлон. Для людей с массой тела менее 54 килограммов рекомендуется пить количество воды, эквивалентное их массе в килограммах. Например, при массе 36 килограммов рекомендуется выпивать около 2,3 литра воды в день. Некоторым пациентам может потребоваться индивидуальная корректировка количества воды, которую следует обсудить с врачом. При переходе от первой фазы быстрого восстановления к поддерживающей второй фазе пациентам рекомендуется попробовать одно новое изменение за раз, подождав 3-5 дней между ними, чтобы убедиться в отсутствии повторного появления симптомов. Если симптомы появляются, пациенты возвращаются к протоколу восстановления первой фазы. Зеленые рецепты доктора Брук. Продолжение следует... Всем привет! Добро пожаловать на Вел на Среду. Я доктор Брук Голднер, и я веду канал Прощай, Волчанка. Обычно в этот день я отвечаю на ваши вопросы, но на этой неделе я впервые решила взять небольшой отпуск с детьми после школы. Но я не хотела просто сидеть без дела, поэтому подумала, что могу показать вам кое-что интересное на своем канале. Я веду свой канал раз в месяц и решила показать вам два простых рецепта. Один из них это салат и заправка для него, а второй потрясающий десерт. Оба рецепта есть в моей новой книге, которая выйдет этим летом, но я покажу вам как их приготовить в этом видео. Это очень просто, и вам не придется тратить много времени. В любом случае это вкусно и полезно для здоровья. Давайте начнем. Что такое гиперпитание? Это основа протокола Прощай, Волчанка и Прощай, аутоиммунные заболевания. Это значит, что вы должны есть продукты, которые помогут восстановить клетки, ваш метаболизм и иммунитет. Благодаря этому я уже почти 18 лет не болею волчанкой, и тысячи людей по всему миру наслаждаются крепким здоровьем. Сегодня я покажу вам как это сделать. Так что когда мы говорим о правильном питании, мы имеем в виду, что нужно восполнять то, чего вам не хватает, чтобы сбросить вес, снизить давление, уровень холестерина, или избавиться от аутоиммунных заболеваний и других проблем со здоровьем. Чего же не хватает большинству людей? Ну, витаминов, минералов и таких веществ, как амедо-3, жирные кислоты, а также жидкости. С водой все просто. Вы просто пьете воду. А теперь я покажу вам, как есть продукты, которые помогут вам усвоить эти питательные вещества. Конечно, вы можете получать витамины из фруктов и овощей, но лучший источник, самый надежный и богатый витаминами и минералами, это крестоцветные овощи и зелень. Например, шпинат и мангольд. Так что один из способов получить эти питательные вещества, это салаты, верно? Это очень просто и удобно. Я врач, а не повар, поэтому использую простые продукты и даже заранее нарезанные, вымытые и упакованные свежие овощи, а не с грядки. И хорошая новость в том, что это работает. Так что если вы, как и я, заняты, вы можете делать это так. Для этого салата я использую шпинат из упаковки. Он трижды промыт. Знаю, что некоторые люди скажут, что они промыли его еще раз. Молодцы, я буду использовать его прямо из упаковки. Шпинат здесь будет одним из главных источников питательных веществ из-за высокого содержания витаминов и минералов. Еще один ингредиент, который мы добавим, это будет капуста брокколи. Вы можете использовать цветную капусту, белокочанную капусту. У меня здесь есть немного белокочанной капусты. Также можно использовать готовую капусту для салата. Вы можете использовать свежую капусту, можете нарезать ее сами. Но я хочу показать вам, что это легко и быстро сделать. Не нужно сильно заморачиваться. Итак, мы возьмем шпинат, капусту, потому что лично мне нравятся хрустящие салаты и брокколи. Это основные ингредиенты для полноценного питания. Остальные ингредиенты я добавляю просто для вкуса. Если вы любите салат с листьями салата Романа, то можете добавить его. Но знайте, что он не очень питательный. Поэтому добавляйте его для вкуса и хруста, а не для питательности. Вы можете добавить морковь, любые другие овощи, которые вам нравятся. Я добавила сюда немного огурцов и любых других овощей, которые вам нравятся. Вы можете добавить перец. У меня сейчас нет свежих овощей. И посмотрите на эту стручковую фасоль помидора. Но вы можете видеть, что это просто базовый салат из того, что вы любите добавлять. Главное, чтобы большая часть того, что вы едите, была полезной для вашего питания. Итак, шпинат, капуста и брокколи – это основные ингредиенты для полноценного питания, а остальные – для вкуса. Теперь давайте поговорим о том, что делать дальше. Ну, опять же, полноценное питание – это в первую очередь восполнение того, чего вам не хватает. Но вам нужно избегать продуктов, которые вызывают воспаление или вредные для здоровья. Например, продукты животного происхождения и избыток масел, если только это не что-то вроде неного масла. Я покажу вам, как приготовить блюдо, которое соответствует протоколу «Прощай, волчанка». Это заправка для салата «Цезарь» на основе авокадо. Я воспользуюсь этим крутым гаджетом, который моя мама купила в «Витамикс», и приготовлю порцию заправки. Для заправки нам понадобятся авокадо, аминокислоты Брэда и пищевые дрожжи. Некоторые люди не хотят их использовать. Если вам не нравится какой-то ингредиент, не используйте его. Ничего страшного. Иногда меня спрашивают, чем можно заменить тот или иной ингредиент. Просто уберите то, что вам не нравится. Я делаю так, как нравится мне. Это дюжонская горчица и измельченный чеснок, к которому уже добавлен сок. Опять же, я стремлюсь к скорости, эффективности и хорошему вкусу. Главное – результат. Если люди используют такие ингредиенты и не выздоравливают, я бы не стала их использовать. Но люди так делают и остаются здоровыми. Я здорова. Если вы хотите так делать, это нормально. Хорошо. Давайте я покажу вам, как это сделать. Добавим авокадо, остальные ингредиенты и смешаем их. Давайте приготовим авокадо. Я люблю разрезать его пополам. О, нам повезло. Посмотрите, какой он красивый. Затем просто возьмите ложку и выньте мякоть. Моя семья обычно просто ест авокадо ложкой. Авокадо здесь быстро расходуется, потому что мы его очень любим. Авокадо не делает вас толстыми, но вы чувствуете себя сытыми. Жиры на самом деле вызывают выброс холецистокенина, который дает сигнал о насыщении. Так что если вы не едите никаких жиров, даже полезных, таких как авокадо, лен и вичия, вы, скорее всего, постоянно чувствуете голод и неудовлетворенность. Если это про вас и вы любите авокадо, то у меня для вас отличная новость. Так, мы просто добавим сюда авокадо. Это очень простой рецепт, поэтому я добавлю 3 столовые ложки лимонного сока. Если у вас есть свежие лимоны, то вам повезло. Я купила лимонный сок. Когда я не на работе, я стараюсь проводить больше времени с семьей. Поэтому я использую все, что могу, чтобы упростить приготовление, если только это не выходные, когда мы вместе готовим что-нибудь для развлечения. Так, я также добавлю 3 столовые ложки соевого соуса брек. Если хотите, можете использовать вместо него соевый соус или соль. Но мне нравится вкус брек. И дижонскую горчицу. Это просто мой бренд. Если вам не нравится острота дижонской горчицы, используйте другую или не добавляйте ее. Так, я добавлю 2 столовые ложки. Обычно я даже не измеряю, но для вас я стараюсь быть точной. И еще 2-3 дольки чеснока. Так что это примерно полторы чайные ложки моей смеси из измельченного чеснока. Опять же, если у вас есть свежий чеснок, наслаждайтесь. Вам не нужно ничего говорить. Если вы предпочитаете свежий чеснок, то используйте его. Но, как я уже сказала, если это полезно для вашего здоровья, то это главное, и моим клиентам это не вредит. Так что, если хотите использовать готовый продукт, пожалуйста. Я собираюсь добавить четверть стакана пищевых дрожжей, которые придадут ему сырный вкус. Поэтому я добавлю примерно 3 четверти стакана воды. Если хотите, чтобы соус был более жидким, добавьте больше воды. Если хотите, чтобы он был густым, добавьте меньше. Это на ваше усмотрение. Так что я добавлю воды. Теперь можно положить это в обычный блендер. Он легко перемелет. Вообще-то это специальная насадка для моего блендера, и я надеюсь, что у меня получится, и я не устрою беспорядок. Но вот так. Скрестим пальцы, чтобы у меня получилось. Ну вот, готово. О, посмотрите-ка. Теперь мы смешаем это в блендере, чтобы получилась заправка и соус. Хорошо, вот эта штучка. Давайте посмотрим, получится ли у нас без беспорядка. Ну, поехали. Мне нравится эта штука, она супер крутая. Так, эта заправка довольно густая. Может, нужно немного разбавить, но она хорошо перемешана. Ну вот, теперь нам нужно только добавить заправку с авокадо и вуаля. Обед готов. Если вы собираетесь есть салат, чтобы получить больше питательных веществ, вам все равно нужны омега-3 жирные кислоты. Как их получить? Есть много разных способов. Во-первых, можно добавить льняное масло в заправку. Во-вторых, можно сделать пудинг из семян чия. Или, если хотите чего-то необычного, у меня есть десерт к этому салату. Мы его только что приготовили, потому что фотографируем рецепты до моей новой книги с рецептами сыроедения. Она называется «Прощай волчанка». Вкусно и полезно. Вот этот десерт – наш рецепт вишневого пирога. На самом деле, это основа из молотых семян и льна. У нас здесь примерно полстакана молотых семян и льна. Мы сделали вишнево-банановое мороженое, смешали его с основой, и получился красивый пирог. Это замечательный десерт. Посмотрите на это блюдо. Оно поможет вам избавиться от болезней и укрепить здоровье. Рецепты обоих блюд будут в моей книге, которая выйдет летом. Но вы можете посмотреть их сейчас, чтобы записать и попробовать. А теперь я покажу вам, как получить все эти питательные вещества еще проще. Хорошо, я больше всего известна тем, что использую зеленые смузи для лечения болезней. Почему? Потому что это все упрощает. Я только что показала вам, как легко приготовить салат и десерт, которые очень питательны. Но если у вас есть всего 5 минут по утрам, как у меня, то этот способ вам очень подойдет. Он также помогает людям, которые не привыкли или не любят есть сырые овощи. Я хочу, чтобы люди ели много сырых крестоцветных овощей или зелени, например шпинат и мангольд, чтобы получать больше питательных веществ. Но не все любят есть салаты, как я раньше, когда лечилась от волчанки. Я буквально съедала килограммы брокколи и цветной капусты, просто макаяли их в буакамоле весь день. Но мне было трудно заставить других людей делать это. Но когда мы с моим мужем Томасом Тедлоком придумали смузи, это изменило все. Потому что если взять ту же зелень, добавить немного фруктов для вкуса и положить трубочку, люди будут это пить. Возможно, вы слышали, что некоторые люди против смузи. Позвольте мне сказать пару слов об этом. Есть люди, которые беспокоятся, что в смузи слишком много фруктов, и это повышает уровень сахара в крови, или что нужно жевать еду, чтобы она переварилась, или что вообще не стоит пить смузи. Что же могу вас заверить, что это неправда? Я могу доказать это результатами. Я помогла тысячам людей по всему миру избавиться от болезни с помощью смузи. Если бы они не работали, я бы не рекомендовала их. Я была больна большую часть своей жизни, целых 12 лет, но в 46 лет я выздоровела. Но я была больна большую часть своей жизни, и как врач я считаю, что самое важное, чему можно научить людей, это результат, а не теория. Потому что теории часто бывают ошибочными. Результаты показывают, что это действительно помогает избавиться от диабета. В моих программах быстрого выздоровления большинство людей перестает быть диабетиками уже через месяц, и они пьют смузи с фруктами. Это помогает избавиться от диабета, сердечных заболеваний и сердечной недостаточности. У наших клиентов была свекровь, которая попала в больницу с последним сердечным приступом, как сказал врач, и они попросили сына прийти и попрощаться с ней. Он принес ей рецепт зеленого смузи, который помог его жене вылечиться от волчанки и синдрома Шегрена. И через 5 дней его мать выписали из больницы, и все, что она делала, это пилаете смузи. Так что если у вас проблемы с сердцем, диабет, аутоиммунное заболевание или вы просто хотите похудеть, смузи вам помогут. И знаете, что самое лучшее в них? Вы просто кладете продукты в блендер и получаете готовое блюдо. Давайте я покажу вам быстрый и простой способ приготовления суперполезных зеленых смузи. Они улучшат ваше здоровье, они вкусные и очень удобные. Итак, основа смузи – это овощи, верно? Сейчас я использую молодой шпинат, потому что в моем любимом магазине не было зелени, в которой была бы смесь шпината, капусты, мангольда и других овощей. Шпинат отлично подойдет. Я уже слышу, как кто-то спрашивает, а как же аксалаты? Не беспокойтесь об этом. Я недавно выложил очень длинное видео о том, почему вам не нужно беспокоиться об аксалатах, на свой канал на YouTube, в Instagram и Facebook, где вы обычно смотрите контент. Но если коротко, то это мифология. Это раздутая проблема. Например, некоторые люди утверждают, что от шпината могут образовываться камни в пучках из-за аксалатов. Но я могу вас заверить, что даже если у каждого десятого американца есть камни в пучках, они не едят слишком много шпината. Они просто не едят достаточно шпината. Когда вы едите овощи, это приводит к образованию щелочной мочи, которая помогает выводить камни. Вот почему, когда они проводили исследования и давали людям с камнями овощи, у них становилось не меньше, а больше камней. То, от чего вы страдаете, это не передозировка листовыми овощами, а их недостаток. Поэтому я без страха использую весь шпинат для этого рецепта. Если вы хотите, чтобы это было очень питательно, то в блендере должно быть больше шпината. Люди постоянно говорят мне, что я набиваю блендер шпинатом. А потом, когда мы приходим на прием, и я пытаюсь снизить их вес, оказывается, что они кладут всего 5-6 унций. Посмотрите, какой он полный, я хочу показать, как это делаю я. Вот, смотрите, это контейнер на 16 унций, и если вы сможете съесть его за день, то у вас будет отличное питание. Я собиралась сделать так, чтобы вы съели 2 трети или 3 четверти, в зависимости от того, что вам по вкусу. Опять же, вы можете использовать любой крестоцветный овощ. Если вы боитесь шпината или у вас редкая реакция на оксалаты, это бывает крайне редко, но бывает. Или если у вас был желудочный анастомоз или другая проблема, которая делает вас более чувствительным. Или если у вас почечная недостаточность, и вам нельзя есть продукты с высоким содержанием калия. Я помогла людям с почечной недостаточностью выйти из списка ожидания на пересадку почки с помощью этого протокола. Тогда мы убираем шпинат, и вы можете использовать капусту или брокколи, или любой другой крестоцветный овощ. Или, если вы мне просто не верите и боитесь, можете использовать капусту. Но в этот раз мы используем шпинат, и его нужно взять примерно на 3 четверти. Вот, что нам нужно добавить. Еще нам нужны жирные кислоты омега-3. Это семена чиа. Сами по себе они не усваиваются, поэтому их нужно измельчить. Проще всего сделать это в блендере. Для общего здоровья и обмена веществ достаточно горсти семян. Если вы действительно хотите улучшить свое здоровье, то я рекомендую вам съедать примерно полстакана в день в качестве начальной дозы. Вы можете использовать семена льна или семена чиа, как я сейчас. Следующий шаг – добавить воду. Как я уже говорила, гиперпитание – это еще и увеличение потребления жидкости. Но с этим справится смузи. Вот почему мы называем его смузи-решение. Вы получаете омега-3 – овощи с высоким содержанием питательных веществ и жидкость. Вам не нужно думать, как получить все это по отдельности. Я добавлю еще немного воды. Цель – чтобы вода была на уровне зелени. Мы выяснили, что это правильное количество для получения вкусного жидкого смузи. Не слишком густого или не слишком жидкого. Я знаю, что у всех нас был опыт, когда смузи получался слишком густым. Поэтому если вы добавите воды на уровне зелени, обычно получается хорошо. Теперь, что касается вкуса, здесь мы добавляем фрукты. Это наш повседневный напиток. Рецепт есть на сайте smuzishred.com. У нас там есть бесплатные рецепты. Мы добавим бананы, чтобы получилась красивая пятнистая кожура. В ней вся сладость. Так что я добавлю пару бананов. О, они так вкусно пахнут. Так и хочется откусить кусочек. А теперь замороженная манго. И опять же, если вам не нравится какой-то из этих фруктов, или у вас на него аллергия, используйте тот, который вам нравится. Это не просто фрукты, это ложка сахара, чтобы подсластить лекарство. Это не обязательно. На самом деле, есть люди, которые делают смузи без фруктов, просто добавляют немного мяты и лимона. Я знаю, это необычно, правда? Но это на ваше усмотрение. Мы будем использовать манды и ананас. Замороженные фрукты не нужно добавлять в блендер, они смешаются и останутся холодными. Если вы используете свежие фрукты, то вам придется добавить лед, потому что у нас мощный блендер, и он может перемолоть фрукты. И тогда смузи уже не будет таким полезным. Теперь, когда у нас есть все ингредиенты, я смешаю их, и мы попробуем. Хорошо, давайте смешаем. Я надену крышку, и еще раз напомню, что это мощный блендер, но вы можете использовать любой мощный блендер. Если у вас нет мощного блендера, то можно измельчить семена в кофемолке. Но мы сейчас все перемешаем. Обычно это уходит около минуты, чтобы все хорошо смешалось. Но вот все хорошо перемешалось. Теперь я обычно раскладываю смузи по контейнерам, чтобы выпить его до конца дня. Я делаю несколько порций в день, потому что нас четверо. Пятеро, если считать бабушку, которая сегодня возвращается от друзей. Обычно мы делаем большие порции для взрослых, а детям я делаю поменьше, чтобы они пили смузи на завтрак каждый день. Но чтобы показать тебе, какой он красивый, я налью тебе в этот стакан. И пахнет так вкусно! Чувствуешь запах манго и ананаса? Вот, держи. Это, конечно, большой стакан, но представь себе. Если ты ешь пять раз в день, завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, перекусываешь и, может быть, ешь десерт, то это шесть раз. Если ты будешь выпивать по стакану смузи перед каждым приемом пищи, ты будешь получать все необходимое для своих клеток. И это вытеснит из твоего организма все вредное, потому что ты будешь чувствовать себя сытым. Тебе останется только вставить трубочку. Ты видишь, что из-за семян чия смузи получился немного густым. Если вам не нравится, когда оно слишком густое, или у вас часто бывает вздутие, можете вместо семян использовать пару столовых ложек льняного масла холодного отжима. Это тоже хорошо работает. И нет, вам не нужно бояться льняного масла. Это основной источник омега-3. Оно помогает при болезнях. Результаты показывают, что оно действительно ускоряет обмен веществ и помогает при болезнях. Так что, хотя другие масла и жиры могут быть вредны, омега-3 нет. Чтобы доказать это, я, пожалуй, выпью все, а не просто попробую. Ну, это так вкусно. Это одно из моих любимых. Есть еще много других, которые вы можете попробовать. Опять же, на сайте smuzishred.com есть бесплатные рецепты. Этим летом я выпущу новую книгу с рецептами. Но пока я выпью это, а потом мы сможем еще немного поболтать в следующий раз.